Это программа День города в студии Дина Исляева. Здравствуйте! В начале главной темы выпуска. Трагедия на Оке в Касиловском районе перевернулась лодка с рыбаками. Фигуры высшего пилотажа в небе над Рязанью прошла репетиция шоу «Авиамикс». Уникальные идеи. Рязанские инженеры разрабатывают станции быстрого заряда для электромобилей. Рязань отмечает День воздушно-десантных войск. Именно 2 августа 1930 года впервые за историей страны. На учениях под Воронежем подразделение из 12 человек десантировалось на парашютах. В Рязань, являющуюся кузницей кадров для ВДВ, по традиции 2 августа приезжают те, кто носит тельняшки. Место встречи – площадь основателей войск генерала Маргелова. Фильм «Девятая рота» про его бойцов. Сергей Максимов был командиром первого взвода 345-го гвардейского полка. Афганская история полка начинается с декабря 1979 года. Его перебросили для обеспечения работы аэродрома «Баграм» и охраны технического персонала и грузов из Сверганы. Сергей Максимов попал в Афганистан в 1982 году. Прослужил 4 года. Первый орден я получил, я взял учебный центр духов. Там взял списки агентуры Гульбедина Хикматияра. Их потом арестовали в Кабуле всех. За мою голову давали 2 миллиона долларов. Вот первый орден. Второй орден на этой же горе уже я с ними слеснулся. Там арабский батальон был против меня, против 8 человек. Там шли арабы 200 человек. Батальон насчитывал 600 человек. От третьего ордена отказался и получил досрочно в воинское звание капитана. После возвращения была Чечня. До пенсии Сергей Максимов служил в Рязанском полку. Уволился в 1994 году. Сейчас воспитывает внуков и пишет книгу воспоминаний, которую планирует издать к 30-летию вывода российских войск из Афганистана. Хасан Шамсиев пришел на площадь Маргелова с сыном, который тоже мечтает стать десантником. Хасан переехал учиться в училище ВДВ из Таджикистана. Судьба распорядилась так, что ему пришлось защищать границы родной республики. Находились на 149-й гвардейцах мотострелковой полк. Ну, защищали границу, защищали, естественно, Таджикистану. Так как я сам рожден в Таджикистане, свою страну. И, естественно, служил российской армией. Юрий Максимовский приехал в Рязань из Курганской области, чтобы почтить память основателя войск. Юрий до 1965 года служил в Тульской дивизии, куда неоднократно приезжал командующий воздушно-десантными войсками Василий Маргелов. Его Ан-2 свой был. Мы один раз сидели на аэродроме в Ягилево. Погоды не было. Смотрим, Ан-2 спускается. Выходит дядя Вася. Что сидим? Погоды нет. Он говорит, ну а если война по самолетам? И нас посадили, и под Калугу выкинули. И все в порядке. По улице города прошел небольшой автопарад. На ретро-автомобилях Виллис ГАЗ-69 к площади Маргелова приехали десантники, которые восстановили машину, участвовавшие в войне. Прокатиться на них под флагами ВДВ смогли жители города. На этом празднование не заканчивается. В этом году 100 лет со дня основания отмечает Рязанское училище ВДВ. За это время оно подготовило около 50 тысяч офицеров. Среди них Герои Советского Союза и Российской Федерации. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Под Рязанью на полигоне Дубровичи прошла генеральная репетиция авиашоу «Авиамикс». Напомню, оно проходит в рамках конкурса военных летчиков «Авиадарц». Планируется, что в нем будут задействованы более 70 вертолетов и самолетов. В воздухе покажут фигуры высшего пилотажа. На репетиции побывал Валерий Седов. В 10 часов утра на полигоне в Дубровичах стоит полнейшая тишина. Организаторы, представители команд, судьи, а также зрители все замерли в ожидании репетиции одного из самых зрелищных этапов международных армейских игр «Авиадарц-2018». На трибунах представители команд России, Китая, а также Республик Казахстан и Беларусь. Программа сегодня ожидается интересная. «Сегодня отработка тактического эпизода «Авиамикс» с боевым применением. Будет интересно, будет большое боевое применение. Задействуем большое количество типов различных авиаций, групп, одиночного пилотажа. Ну и в конце будут показаны элементы воздушного боя и показательные элементы пилотажных групп». Первым в воздух поднимаются истребители Су-35С и МиГ-29. Они демонстрируют элементы ведения воздушного боя. Захват цели, уход и различные фигуры пилотажа. Все это происходит прямо на глазах судей и зрителей. Истребители теряются в облаках, сбрасывают преследователей с хвоста. Каждое их движение оценивают судьи. Например, представители Беларуси. Сегодня здесь присутствуют заместители командующего ВВС войсками ПВО, начальник авиации Александр Карев. Он рассказал, что Беларусь уже в четвертый раз принимает участие в «Авиадарце». И каждый раз они стараются показать лучшие результаты. «Мы увеличиваем каждый раз, с каждым годом, мы увеличиваем немножко наше присутствие здесь. То есть, вначале мы присутствовали только на штурмовиках Су-25, потом Су-25 и Ми-8. В этом году мы в четырех номинациях. Это Су-25 и ЯК-130 в номинации штурмовики, вернее, четыре типа. Ми-8 и Ми-24 в разделе «Боевые вертолеты». Одни истребители сменяют другие. Су-34 наносят прицельный удар по условному нефтезаводу противника. Следующие истребители поражают новые наземные цели. Перед каждым налетом летчик демонстрирует элементы высшего пилотажа. Одни наносят удар с рекордно низкой высоты, другие же с воздуха. От бомбардировок поднимается высокий столб пыли, в котором уже тяжело различить самолеты. Вылеты не прекращаются. Обычным зрителям за шумом авиаударов сложно различить голос диктора, который рассказывает, техника какой страны или республики находится в воздухе. Для зрителей все едино. Главное, чтобы пилоты показали хороший результат. Судьи рассказали, что за несколько тренировочных дней сложно выделить фаворитов. Все команды выступают примерно одинаково. А сами участники стремятся из года в год эти результаты подтянуть и представить большое разнообразие самой техники. Республика Казахстан уже третий раз участвует в авиадарсе. В этом году мы представляем самолеты Су-37, вертолеты Ми-35 и вертолеты Ми-171Ш. Условные бои идут не только в воздухе, но и на земле. С вертолетов сгружают технику с солдатами, которые начинают штурм. Патроны у солдат, конечно же, холостые, однако кажется, что бой ведется к самой, что ни на есть, настоящей. Одни солдаты наступают, а другие обороняются. С грузового самолета на помощь одной из сторон десантируется тяжелая техника. Бой продолжается. Звук от выстрелов и взрывов доходит до трибуны не сразу, проходит небольшой промежуток времени. Сначала зрители видят сами вспышки, а потом уже воздух и землю сотрясает эхо от взрыва. После самолетов и выступлений в небе появляется российский разведывательно-ударный вертолет К-52. Сегодня он показывает только фигуры высшего пилотажа. Это обмен опытом, в первую очередь, отработка каких-то навыков в бою и отдельных элементов боевого применения. И, соответственно, отработка просто взаимодействия, согласования различных видов, родов и различных армий, различных государств. Репетиционная программа международного конкурса «Авиадарт-2018» продлилась несколько часов. Притом, это только часть того, что ожидает зритель 4 августа. Работы по целям, фигуры высшего пилотажа, знаменитые стрижи, витязи – все это можно будет увидеть уже в ближайшие выходные на полигоне Дубровича. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Лодка с рыбаками перевернулась на Оке в Касимовском районе. Один человек смог выплыть. Поиски еще двух продолжаются, но пока не дали результатов. Подробности трагедии у Анны Малистовой. Трагедия произошла в 2.30 ночи. Лодка перевернулась из-за удара обуй. В момент столкновения рыбаки были без спасательных жилетов. В настоящее время в песковых работах участвуют 16 человек. Привлечено 5 единиц техники. Помимо обследования береговой зоны, проводится водолазное обследование дна в месте возможного происшествия. По сообщению пресс-службы МЧС в Рязанской области, все рыбаки и москвичи, трагедия случилась в районе деревни Забелина. Напомню, что инцидент произошел 2 августа ночью. На данный момент поиски продолжаются. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани продолжается ремонт моста через Аку. На выезде из города собираются сотни автомобилей, а пробка тянется на несколько километров. На каком этапе ремонт находится сейчас в нашем следующем сюжете. Продолжительность моста через Аку чуть больше тысячи метров. На всем участке 28 деформационных швов, 25 из которых отремонтировали, а три полностью переделали. 1 августа рабочие начали укладывать асфальт. Закончить эти работы планируют 2 числа. Асфальтовое покрытие продолжают укладывать, несмотря на сильную жару. Рабочие трудятся в поте лица. Всего здесь несколько единиц специальной техники. Местами будет не полная замена асфальта, а только ямочный ремонт. Стоит отметить, что и асфальтовое покрытие будет не везде. Чуть дальше рабочие занимаются гидроизоляцией покрытия. Позже здесь начнут укладывать тонкослойный полимерный материал. Когда рабочие полностью закончат с одной половиной конструкции, неизвестно. Ведь нужно будет проводить работы и на второй. И пока водители томятся в многокилометровых пробках, на самом мосту продолжается работа. Напомним, реконструкцию моста собираются закончить к 1 ноября. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Рязанские инженеры разрабатывают станции быстрого заряда для электромобилей. Предприятие «Силовая электроника» развивает это направление, начиная с 2012 года. С его участием выпущено первое устройство для первого российского электромобиля «Эллада». Сейчас «Силовая электроника» делает зарядные устройства, которые подходят для авто, выпущенных в России, Европе и Японии. Предприятие «Силовая электроника» разработчик. В первой стране рязанские инженеры выпустили станцию быстрого заряда, которая позволяет зарядить электромобиль за время от 20 до 40 минут. Выглядит как системный блок. Весит немного. Можно поставить дома. Можно брать с собой в поездку. Работать может от розетки и подключается к зарядным станциям, которые установлены в городах. Человек может взять с собой в дорогу. Скажем, на многих заправках нет станции, но есть розетки трехфазные. Подключиться к трехфазной розетке и заряжаться достаточно быстро. 30-40 минут он может пополнить емкость батареи. Данное устройство, скажем, если сравнивать по ценам, то есть полноценная 50-киловаттная зарядная станция, она стоит производства ОГРПЗ 2 миллиона. То есть вот эта мобильная зарядная станция, она только в половину мощности меньше, цена ее 230 тысяч. Роман – один из первых владельцев электрокара в Рязани. Сейчас в городе всего шесть таких машин. Стоят они несколько дороже, чем авто, работающие на бензине. Зато заряжать их можно бесплатно. Роман, когда бывает неподалеку, приезжает на улицу высоковольтную к разработчикам зарядных устройств. Можно попить кофе или сходить в магазин неподалеку. За это время авто зарядится на все 100%. У меня на большой станции уходит 22 минуты до 90% зарядить машину. То есть это приблизительно порядка 200 километров хода. Дома эта машина, если полностью разряжена, заряжается где-то за 8-10 часов. То есть как сотовый телефон вечером приехал домой, поставил в розетку, воткнул ее в розетку и заряжается. Электромобиль практически не требует никаких вложений. Он окупается примерно за год. Ему не нужно менять масло или фильтры. Пользоваться тоже намного удобнее. Остается вот у меня запас хода 41 километр. Заряжается машина. Все. Больше тут ничего нет. То есть как обычный телефон, там моргает три кнопочки. Еще один владелец Виталий пересел на электрокар после 25 лет за рулем авто, работавшего на бензине. Родные сначала сомневались, стоит ли менять машину. В основном пробег по городу и не хочется как бы платить денег за бензин. Живу в частном доме, поэтому имею возможность заряжать его от обычной розетки. Ну и достаточно экономия, плюс довольно очень комфортный автомобиль. У зарядных устройств, которые разрабатывает силовая электроника, фактически нет конкурентов. Зарядки для электромобилей есть у европейских производителей, но они дороже. Китайские с более низким качеством. Есть еще проект, пилотный проект Мособлэнерго в Московской области, когда они хотят оснащать дворы столбами освещения со встроенными медленными зарядными устройствами, типа этого, но встроенного в столб. Мы сделали два образца таких станций, они сейчас находятся на испытаниях в Мособлэнерго. По планам в этом году должно быть оснащено 200 столбами 200 дворов, в следующем году 1500 дворов. Еще один проект станции ультрабыстрого заряда для электробусов, а не мощностью 300 киловатт зарядить электробус можно будет за 20-30 минут. Предполагается, что на дороге Москвы 300 таких машин выйдут уже в этом году. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В эти выходные Рязань отметит День города. По официальной информации, мэрия он пройдет с большим размахом. Основные торжества состоятся на площади Ленина, поэтому к 4 августа планируется завершить первый этап ее реконструкции. В больших мешках будущие дома и улицы Старой Рязани. Здесь, на площади Ленина, будет целая карта нашего города. Планы дорог, домов и даже озер. Инсталляция представляет собой план города Екатеринских времен. Здесь цветом показаны улицы, дома. В дальнейшем будут установлены латунные таблички с названиями улиц, так как они назывались все временно. По словам Надежды, каждый желающий сможет найти свою улицу, если он знает, как она называлась раньше. Вся брусчатка, которой выкладывают инсталляцию, современная. Темным цветом будут обозначены улицы, светлые дома. Также на инсталляции появится и ориентировочно зеленый цвет. Это будет река. Сейчас Надежда осуществляет авторский надзор. Главное здесь проверить, как идет укладка брусчатки. Например, правильно ли рабочие выложили элементы Старой Рязани. Если забраться на высокую точку, по словам Надежды, то можно увидеть всю Старую Рязань. Улица Семинарская, Московская. В день города здесь можно будет спокойно пройтись по утерянным в веках городу. Правда, увидеть площадь Ленина сейчас не получится. В настоящий момент она засыпана песком. Не вся площадь будет выложена современной брусчаткой. В самом ее центре, напротив памятника, появится небольшой фрагмент исторической. Рабочие мастят ее по камешку. Процесс этот небыстрый. Сложно представить, как в прежние времена такой брусчаткой мастили целые улицы. По словам рабочих, закончить инсталляцию планируют к дню города. 4 августа. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Творчество как терапия. Песочная анимация завоевала внимание любителей художественного искусства, а теперь привлекла внимание педагогов и психологов. Работа с песком и другими сыпучими материалами помогает развивать мелкую моторику у детей. А творческий процесс развивает воображение. Мария Рудая продолжит. Один взмах руки и начинается волшебство. Песочная анимация поистине удивительный и увлекательный вид искусства. Картины рождаются прямо на глазах. Юлия Шамрай увлеклась этим видом художественного творчества случайно. Увидела в интернете ролики и поняла – это ее. Она признается, с песком работать не только приятно, но и полезно. Говорит, это живой материал, который откликается на каждое движение художника, меняет температуру и текстуру в зависимости от задумки автора. Главный принцип работы с песком – это его быстрая переменчивость, возможность исправить, возможность поменять сюжет молниеносно. То есть никакими красками, никакими карандашами мы такой скорости добиться не можем. На песке один взмах руки – ваш картин может трансформироваться полностью. По профессии Юлия – психолог, поэтому она решила совместить свою творческую деятельность с практической и стала учить детей рисовать на песке. Данное занятие помогает им развивать воображение и уходить от шаблонного мышления. Я люблю использовать его текстуру именно и пытаться в ней что-то увидеть. А здесь просто розчерк, бросок песка, и там уже можно увидеть что-то интересное. Вот с детьми мы тоже часто используем это упражнение, когда они просто бросают песочную кляксу, и тут вот у нас начинается полет фантазии. По словам Юлии, песочный стол – это своего рода диагностика. Здесь важно все. Каждое движение ребенка говорит о его восприятии мира. Как он подходит к столу, насколько свободно взаимодействовать с материалом и даже то, что видит в разбросанных фрагментах. Именно во время занятий песочные анимации дети неизменно раскрываются. Они обретают свободу. Особенно это полезно для развития мелкой моторики. Специалисты уверены – моторика – это не только движение пальцев, это движение ребенка в пространстве и ощущение себя в этом пространстве. К сожалению, врачи и педагоги уже давно бьют тревогу. Как раз этот необходимый навык у современных детей не развит. С появлением огромного количества развивающих каких-то игр, приложений, дидактических пособий, мы все более и более отдаляемся именно от естественной деятельности. У нас дети сейчас очень мало пользуются пальцами в быту. Они не застегивают пуговицы, они не роют ямы, они не лазят по деревьям. И ребенок может, например, очень здорово разбирать какие-то там крупиночки по цветам, но при этом элементарно не умеет завязать себе шнурки. Парадокс заключается еще и в том, что современные дети с легкостью осваивают компьютерные технологии, пользуются гаджетами, но при этом не получают элементарных навыков. Здесь на помощь могут прийти совершенно обычные крупы, песок и семена растений. Например, Юлия использует в своей работе пшено, чечевицу, гречку и горох. И если дети опустили руки в сыпучие материалы, то это надолго. Процесс увлекательный сам по себе, но его можно еще и разнообразить, спрятав в емкость с материалом маленькие сюрпризы. Какое приятное сделано. Нравится, да, ручками там лопаться? Я рисовал на песке. Муравейник. Рисовал муравейник? Все эти методики подходят и взрослым. Это поможет успокоиться и сосредоточиться на определенном деле. Еще Карл Густав Юнг писал, только руки знают, как распутать то, над чем тщетно бьется разум. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. А я с вами на этом прощаюсь. Всего хорошего. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok